И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать, пожалуй, на самый провальный этап АОР-Ф3, потому что я вообще не имел темпа на трассе Сильверстоун, собственно, который и проходил данный этап, и, в принципе, мне сама по себе трасса нравится, но ехать я никогда не мог тут быстро. Также еще мне все подпортила квалификация, в которой я не успел на четвертую попытку, да. Мне не хватило буквально нескольких секунд, я на первой попытке, да, проехал, в принципе, плюс-минус хороший круг, но этого все равно было недостаточно, и я понимал, что на этом круге я потерял три десятки относительно максимально моего лучшего результата, и, в принципе, если бы я улучшил бы на эти три десятки, я был бы на поле вместо шестой позиции, на которой я, собственно говоря, свою квалификацию и завершил. Пока что вы досматриваете мой быстрый круг, хочу еще сказать, что нам запретили выезжать широко в повороте Стоуф, собственно, к которому мы уже подъехали, и тут прям я буквально за два дня до начала гонки переучивался ехать, не выезжая там вообще за пределы трассы. Ну, в принципе, круг закончен, я лидировал на одну десятку относительно МДЦ, который на поле на промежуточном, но я в третьем секторе все потерял, и оказался на шестнадцати тысячных под один его, но в итоге я оказался на позиции под номером шесть в двух десятках позади полупозиции. Тактика у нас на гонку софт-медиум с переходом, собственно говоря, на медиум на круге восьмом-седьмом, долил немного топлива и отправился на прогревочный круг, ну и по окончании его уже готовился я к старту гонки. Загораются все пять огней, гаст они в эту секунду стартуют все, я стартую не очень-то и хорошо, под идущий флэш стартует намного лучше, решил притормотить и пропустить его в первый поворот, потерял пока что две позиции, но в первом секторе всякое может случиться. Это и происходит, я пытаюсь по внешней траектории пройти сразу два болида, но получается пройти только один, но я хоть одну позицию возвращаю. Ну и пока что стартая проиграла одну позицию и опустился с шестой на седьмую строчку. Впереди все уже собрались в паровозик, только некоторые еще ошибаются, прилетают повороты, ну а так в принципе ничего такого у нас не происходит. Передо мной два Вильямса, перед Вильямсами напарник Пантелеев, ну а позади Феррари Джекл Джекс, который у нас такой маленький спойлер, всю гонку будут какие-то тычки и даже до контакта все дойдет. Ладно, мы продолжаем первый круг, так будет правильней. Я держусь позади Вильямса, этого мне достаточно просто иметь от него слепстрим. Мне не надо держаться прямо вплотную за ним, убиваясь тем самым Вильямсами, мне просто надо держаться в дрессе слепстриме, и это все, что от меня требуется. Но дело в том, что он первый круг проехал в принципе нормально, ну а со второго круга он начинает что-то как-то сдавать позиции, и получается так, что у него как-то ничего не выходит. Ну а я на первом круге допускаю такую ошибку при выходе напрямую, из-за этого со мной поравнялся Джекл Джек, из-за этого мне пришлось выходить за пределы трассы и получить первое предупреждение за слез. И он не останавливает попытки меня пройти, пытается обогнать меня по внутренней траектории, но, слава богу, я не пускаю его и пока что сохраняю свою седьмую позицию. Ну а дальше мы переломимся на пятый круг, до этого у нас был виртуальный safety car, в принципе ничего такого удивительного там не было, ну и я наконец-то смог пройти этот Вильямс, но впереди идущий еще один Вильямс уже в двух секундах впереди. Прошел и поехал себе дальше, собственно говоря, а дальше у нас восьмая группа и у нас пит-стоп. Выход за пределы трассы, к сожалению, это конечно очень плохо, но ладно, может мне просят это за то, что я заезжаю все равно на пит. Ладно, пока что там Джекл Джек прошел снова, Вильямс, который я, собственно говоря, тоже прошел, ну и я не один заезжаю, такой умненький на пит, заезжает три пилота, в их числе и я. Лидер этапа Rainbow, который сейчас прямо передо мной выехал, MDXO, который сейчас выезжает, ну и я, мы вот так вот все сделали пит-стопы поочередно. Ну и в принципе, все они выезжают перед The I Am, ну а я выезжаю позади этого бота и я даже рад, потому что он прозрачный, он мне дает сейчас DRS и хоть какая-то помощь от него у меня есть. Ну и на следующем круге у нас продолжаются пит-стопы, за счет этого я ничего не отыгрываю, ну и, собственно говоря, ничего не проигрываю, потому что Джекл уже позади. Ну а Fire прямо передо мной я, нет, я отыгрываю из-за этого, я отыгрываю то время, что я попадаю снова в зону DRS. Ну и на двенадцатом круге я уже атакую Fire'а и выхожу уже на шестную строчку. Просто DRS и ничего такого удивительного нет. Просто закрыл траекторию, аккуратненько проехал и поехал, собственно говоря, догонять своего напарника. На шестнадцатом круге вышел уже на пятую позицию, потому что все уже заехали на пит, там с медиума стартовала у нас Альфа Ромео. Ну а на семнадцатом круге я невнятно проехал семнадцатый круг сам и из-за этого ко мне подтянулся Fire'а, он ехал в восьмидесятках позади, ну и он подтянулся ко мне и из меня прошел. Даже был маленький контакт, но все-таки до разворота не дошло. Ну а на двадцатом круге Fire'а прошел Пантелеева, Пантелеев у меня прям передо мной, ну а Джекл Джек прям за мной уже дышит мне в задний диффузор и получилось так, что он меня прошел. Прям вообще неожиданно это было для меня, потому что я, значит, хотел тут выходить как-то на четвертую строчку, ну а он меня взял и прошел. Кстати, еще очень удивительное то, что на следующем же круге у нас происходит вот такая вот стычка, из-за которой сейчас идет какое-то разбирательство, потому что я это записываю в понедельник утром. И, короче, я его подделал, мы выпали из зоны ДРС, я не стал его обгонять, тупо исправил Fire'а, ну и в принципе, ладно. Двадцать пятый круг, я обгоняю его снова обратно, но мы уже далеко не в зоне ДРС, ну и плюс у меня есть три секунды штрафа, о которых я только что хотел сказать. Ну и на последнем круге он, конечно же, собирается со своими силами и меня проходит, но дело в том, что это вообще ни на что не решало, потому что у меня все равно есть три секунды штрафа. Ну а так, если бы я приехал бы без штрафов, если бы мы не выпали из зоны ДРС, я был бы намного выше, чем получилось в итоге. А получилось в итоге то, что я доезжаю на позицию под номером 7. Если бы мы еще больше заборолись бы с данной Феррари, то я бы, наверное, и на восьмую строчку опустился, потому что из-за штрафа в три секунды я мог бы отлететь очень-очень далеко. Ну а мораль в том, что, пожалуйста, не получайте штрафы три секунды, они прям очень сильно портят гонку. Дело в том, что Пантелеев, который доехал четвертый, из-за штрафов поднялся на вторую позицию, а Файер, с которым я вел борьбу, поднялся на третью. То есть, по факту я упустил вторую позицию, если бы я ехал бы немного побыстрее, если бы я проехал бы без штрафов, я был бы вторым. Но так, да, вот, что получилось, что получилось. Седьмая позиция вместо второй, потеряно много очков, но я все еще лидер чемпионата, надеюсь. Потому что пока что результаты не обновляли. Ладно, по полным результатам гонки у нас первый Rainbow, который почти всю гонку лидировал. Ну и, в принципе, ничего тут удивительного нет у него перед Грам-при. Мы там тестировали друг с другом квалификации, гоночный темп, он был прям очень и очень быстр. Дальше, Пантелеев, Файер, Партек, МДЦО, Джекл Джек, Я на седьмой всего лишь позиция, Блэк Пэнтер, Флэш и Тюдер, замыкая топ-10. В принципе, на этом я могу заканчивать. Видео получилось меньше 10 минут. Ну, в принципе, а что вы ждали от Сильверсауна, на котором мы просто ехали по раотикам? Всем спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока, ну и уже на этой неделе, в воскресенье, вас ждет две гонки, сначала Формула Зеро, а потом Иаур.